Мой доклад будет посвящен выбору объема и тактики хирургического лечения у пациентов с метастазами в позвоночнике. К сожалению, эта тема все более и более становится актуальной и злободневной с каждым днем. И этому есть масса причин. Прежде всего, это, конечно, высокая частота встречаемость метастатического поражения среди всех онкологических нозологий. Это общеизвестные данные, поэтому, если можно, о них не буду останавливаться. А также это связано, конечно, с большими успехами в лекарственном лечении злокачественных опухолей, которое позволило большим когортам пациентов из различных нозологических групп прожить достаточно долго и дожить до диссеминации болезни, а, соответственно, и до генерализации, до появления метастазов в позвоночнике. При всем многообразии имеющихся злокачественных нозологий, поражающих позвоночник, при всем многообразии уровней поражения и типов поражения с различными клиникорегинологическими вариантами, необходимо иметь какой-то один универсальный оптимальный инструмент, который позволит во всех этих сложных ситуациях выбрать оптимальный объем лечения и оптимальный прогноз. На данный момент и в недавнем прошлом этим были общеизвестные прогностические шкалы, которые должны были всем нам с вами говорить, сколько пациент проживет, если совсем просто, и что с ним надо делать. Однако в настоящее время информативность всех имеющихся прогностических шкал значительно снижена, и этому тоже имеется ряд достаточно объективных и понятных причин. Итак, одна из них. На данном слайде представлены наиболее часто встречающиеся прогностические шкалы. Это, конечно же, классические токухаши, томита, бауэр, катагерии, ван дер Линден. Представлены прогностические факторы, которые чаще всего в них встречаются. Конечно же, это тип опухоли, наличие костных и висцеральных метастазов, оценка функционального статуса по икокли, по-карновскому. И неврологический статус, например, встречается только в шкале токухаши, а чувствительность к лекарственному лечению только в шкале катагерии. Это все то, чем оперируют и модерируют эти ортопеды и нейрохирурги при выборе прогнозов онкологических пациентов. А самые важные и принципиальные для нас, онкологов, факторы, такие как безметастатический промежуток, степень злокачественности опухоли, чувствительность к лекарственному лечению, наличие или отсутствие лечебного патоморфизма. И, конечно же, тот фактор, который выходит сейчас на первое место, это персонифицированный прогностический фактор, они не учитывались никем и нигде. Поэтому это одна из ключевых причин, почему большинство прогностических шкал в настоящее время не работают. Также во времена создания этих шкал в 90-е годы выживаемость пациентов с метастазами в позвоночник была достаточно низка. При раке легкого однолетняя выживаемость составляла 22%, при предстоятельной железе, например, 47%. И пациенты с метастазами ракожелудка и меланомы не проживали год практически никто. Однако в настоящее время ситуация значительно и радикально поменялась. Например, в группе пациентов с немелкоклеточным раком легкого применение современной таргетной терапии позволила увеличить выживаемость этих пациентов в полтора раза. Да, это всего лишь у 25% пациентов, у которых есть геномные мутации, но тем не менее, эту группу пациентов позволили, данная ситуация позволила переместить из группы неблагоприятного прогноза в группу умеренного прогноза. То же самое для метастатических сарком, мягкотканных и костных. Применение современных лекарственных препаратов позволило увеличить выживаемость этих пациентов более чем в два раза. И самая оптимистичная группа пациентов, при которых практически у 75% больных с метастазами раков почки, позвоночник, применение таргетной терапии позволило увеличить выживаемость этих пациентов в 2,5 раза. В группе пациентов с диссеминированной меланомой результаты не настолько оптимистичны, как в предыдущих группах. Однако, применение таргетной терапии, во-первых, наверное, еще имеет какие-то определенные перспективы, и она увеличивает лишь однолетнюю выживаемость. И также касается самой частой патологии у женщин, это, конечно, рак молочной железы. Диссеминированные пациентки сейчас живут в 2,5 раза больше и дольше, чем жили ранее. В то время, когда эти все шкалы создавались. Поэтому понятно, что вот есть и 2 основные причины, почему ни одну шкалу сейчас нельзя постулировать в плане выбора тактики лечения и прогноза, потому что больные стали жить лучше, больные стали жить дольше, и те факторы прогноза онкологические, которые раньше вообще никем не учитывались и практически не существовали в вертебрологии, теперь имеют большое и важное значение. Таким образом, учитывая данный диссонанс, в нашей клинике было предложено создание единого универсального инструмента, который позволил бы свести все современные тенденции лечения, все современные прогностические факторы и персонифицированный прогноз в единую определенную универсальную шкалу, которая нам бы прежде всего онкологическим пациентам позволяла бы определять прогноз. Ну, для создания такой шкалы еще требуется определенное время, и был создан персонифицированный подход для лечения опухоли позвоночника. Так, ну, если так совсем просто, это универсальный инструмент, который позволяет всех пациентов переводить на общий доступный и понятный для нас язык, который потом будет составлять единую общую базу, и по которой мы сможем вместе уже определить ожидаемые, ну, получить определенные результаты. Итак, персонифицированный подход для лечения опухоли позвоночника. Данный опросник, это опросник, который заполняет врач вместе с пациентом на определенных этапах лечения, стоит из четырех блоков. Первый, основной, это стандартная часть. Туда входит, как обычно, паспортная часть. Мы также учитываем даты постановки диагнозов и развитие метастатического присоединения, диссеминации болезни. Также обязательно учитывается лечение основного заболевания и каково оно было, соответствовало ли оно клиническим рекомендациям или нет, и был ли от него эффект. Так как часто пациент, приходящий к нам на прием, и когда ты понимаешь, что лечение у него проводилось в непрофильном онкологическом учреждении, то суммарно постфактум получается, что прогноз у них значительно хуже. Также на основании опыта онкологического центра мы выделили определенные факторы, которые мы считаем необходимо учитывать. Это же статус учреждения, где проводилось пациенту лечение в анамнезе. Опыт хирурга-онколога, именно онкологический опыт. То есть очень многие пациенты приходят к нам после выполнения вмешательств. Если вмешательство делал хирург, имеющий опыт онкологических манипуляций, там более 50 лет, то понятно, чего ты можешь ожидать от этого пациента и от его зоны операции. Если же это было выполнено стандартным нейрохирургом, то здесь, как правило, раскрываются совершенно другие перспективы. Во второй части данного опросника мы включили всю вертебральную составляющую. То есть мы будем учитывать и метастатических пациентов, и пациентов с первичными образованиями. Будет анализироваться проведенное в анамнезе лечение. Какое лечение было, какая этапность, все ли компоненты комбинированного лечения использовались или нет. Обязательно будет фиксироваться безметастатический интервал и временные рамки возникновения костных и висцеральных метастазов. Также обязательно неврологический статус и длительность дефицита. Также в данную вертебральную часть мы включили оценку пациентов по шкале СИНС. Это шкала нестабильности при опухольном поражении, которая сейчас имеет достаточно широкое значение, и она является одним из небольших дополнительных инструментов. После того, как мы опросили пациента, узнали все, что у него, выяснили все, что у него произошло с позвоночником, далее наступает самый кульминационный момент, именно нозологическая форма. То есть, в настоящий момент в онкологическом центре разрабатываются прогностические шкалы по нозологическим формам. По молочной железе и почке они практически готовы и требуют минимальной доработки. А также в работе прогностические шкалы по раку предстательной железы, легкого, меланоме, мейломе, по желудочно-кишечному тракту и по гинекологии. В дальнейшем все эти индивидуализированные шкалы будут соединены в одну унифицированную шкалу прогноза для онкологических пациентов. И когда этот результат, уже продукт будет готов, мы сможем его каким-то образом предоставить. Пока мы покажем вам то, что наиболее наработано, это шкала прогноза определения у пациентов рака молочной железы. В данной шкале имеется 8 критериев прогноза. Это неврологический статус, локализация и количество метастазов, рецепторный статус и статус, включая статус HER2-Neo, обязательно безметастатический промежуток, нестабильность по СИНС и наличие или отсутствие компрессии. Это то, что у нас сейчас есть и то, что мы планируем еще доработать каким-то образом. И когда уже будет готовый патентованный продукт, мы его предоставим уже широкой публике. Что же мы ожидаем получить от всех наших пациентов? Все наши пациенты будут, мы определили, что существуют логические и тактические три группы прогноза. Это благоприятный, когда пациенты живут более года, умеренный и неблагоприятный. Причем эти критерии будут унифицированы для всех нозологий. И далее, в зависимости от ожидаемого прогноза, хирургическая тактика, какой мы будем придерживаться. Конечно, все это будет индивидуализировано и на каждый клинический случай будет рассматриваться индивидуально. После того, как мы глобально определились с тактикой хирургического лечения, мы проводим уже планирование непосредственно самого вмешательства. Все онкологические вмешательства, мы считаем, что надо разделить их на три возможных группы. Это симптоматические, как правило, это малоинвазивные или черезкожные вмешательства. Палеотивные, это занимающие больший процент всех операций на позвоночник. Как правило, это декомпрессивно стабилизирующие операции передним или задним доступом. И радикальный блок резекции. Инструменты, которые мы используем при планировании оперативно вмешательства, это известная шкала Вайнштейн-Бориани-Биаджини и шкала выбора типа операции по ГСТСГ, Global Spinal Tumor Study Group. Это самая крупная организация, в которой включены 32 клиники по всему миру, занимающиеся опухолями позвоночника. Итак, как работает наша шкала и наш алгоритм? Один из клинических случаев. Молодая пациентка, 39 лет, рак молочной железы. Пациентка обратилась в стадию уже значительной диссеминации. Множественные метастазы в печень, тотальное поражение скелета. Неблагоприятный рецепторный статус и по рецепторам стандартным, и по статус ХЕР-2-НЕО. Таким образом, у пациентки по вышеуказанной шкале прогноза получилась сумма 5,5. Неблагоприятный прогноз. То есть, ей рекомендовано выполнение симптоматических черезкожных вмешательств, что ей было выполнено. Вертебропластика. Далее уже начато системное лечение. И через 6 месяцев пациентка погибла от дальнейшего прогрессирования, что, в принципе, совпало с нашим ожидаемым прогнозом, и объем вмешательств был наиболее оптимальным и адекватным. Второй клинический случай. Пациентке 55 лет, рак левой молочной железы, незначительной диссеминации и метастазы в кости единичные и легкие. Благоприятный рецепторный статус, незначительная нестабильность. По шкале прогноза для рака молочной железы, получается 6,13 балла. Мы все это потом доложим, когда работа будет закончена и патентована, тогда и механизм этот, как все это определяется и суммируются эти баллы, будут себе предложены. Пока это в таком несколько конспективном варианте. Умеренный прогноз, соответственно, и декомпрессивно стабилизирующие вмешательства, что и было выполнено, декомпрессивная ли аминоктомия задней стабилизации. Правда, пациентка пережила ожидаемый срок жизни, но тем не менее, задача не перевыполнить, не увеличить объем хирургической вмешательства, сделать ее оптимальным, была выполнена. И в заключение хотелось бы сказать, что прогностическая шкала, которая планируется выйти из стен нашего учреждения, это и те прогностические шкалы, которые раньше были, это в принципе как живой организм. Что сначала, когда их выпустили, 5-10 лет они работали, они были адекватны и актуальны. Но через какое-то время они перестали отвечать на все свои запросы. То есть это как компьютер, которому нужен регулярный раз в два года какой-то апгрейд. И вот я нашел статью из очень авторитетных источников, это Джон Хопкинс, где работает Зиягу Каслан. И одним из постулатов этой статьи было, что, например, они как пример привели, что при шкале Токухаши, когда она ее ввел в действие, выживаемость пациентов раком почки составляла 4-4 месяца. В настоящий момент это 19 месяцев. Поэтому авторы сказали, что очень важно производить периодический пересмотр всех прогностических шкал и пересматривать ожидаемую продолжительность жизни, заложенную в данные шкалы. Что мы и планируем сделать. И через какое-то время, я думаю, мы вам представим уже готовый и доработанный продукт. Благодарю за внимание. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. И с сказанным вами последней фразой. Не существует ли опасность того, что вот эта вот валидация шкал запоздает по сравнению с теми, скажем так, новыми методами лечения, которые постоянно вводятся? Опасность существует всегда. Но мы стараемся держать руку на пульсе. И все это идет в активной работе и сотрудничестве. Это не только идея какой-то определенной группы лиц. Это работа мультидисциплинарной команды, где и химиотерапевты, и диагносты. И то есть все существующие факторы. Это все идет в режиме онлайн практически. Понятно, что это, наверное, через какое-то время мы устареем, и потомки над нами будут смеяться. Но пока мы здесь, посмотрим. Еще, пожалуйста, вопросы? Пожалуйста. Будьте добры. Были ли у вас осложнения цементной пластики позвонков в виде эмболий цементной легких? У меня были все осложнения, кроме эмболий. А вы отслеживали этих пациентов, показывали которых в течение 6 месяцев? Отслеживали вот этот вот период? Мы стараемся максимально сохранять, соблюдать, насколько это возможно. Конечно, не все, но процентов 70 мы стараемся все-таки как-то ввести. Ну, было выполнено, во-первых, вертоворопластики в нашем центре начали выполнять с декабря 2001 года, 16 лет, и в настоящий момент около 2500 операций. В настоящий момент мы делаем около 5-8 вертоворопластик в неделю. Впечатляет. Еще вопросы? Спасибо. У меня ремарка просто, если позволите. Я, скажем так, мне посчастливилось быть оппонентом на диссертации по поводу прогностических шкал при метастазах рака молочной железы, и мы стали использовать эти шкалы в работе нашего отделения. Я должен сказать, что это очень здорово помогает. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда выйдут эти рекомендации не только по молочной железе, но и по почке, и по остальным метастазическим опухолям. Это облегчит значительную работу. Тут еще многое зависит от опыта, понимаете. Есть хирурги, онкологи, которые хорошо знают прогностическое течение того или иного заболевания, а есть люди, которые с этим сталкиваются редко и, скажем, не обладают всей информацией. Поэтому эти шкалы, они жизненно необходимы до улучшения результатов лечения. Спасибо, Ирина Анатольевич. Ирина Анатольевич.